Автобиография Я Пушкарев Владимир Леонидович. Родился в 1955 году, 17 сентября, в селе Кондаурово Колыванского района Новосибирской области. Проживал и учился в Красноярском крае. Воинскую службу в советской армии проходил с 1975 по 1977 год, а с 1977 по 1980 год сверхсрочную службу. До 1982 года работал плотником в Су-97. Затем учеба в лесотехникуме по 1984 год. После учебы работал по специальности техник-лесовод в лесхозе Бурятской АССР на озере Байкал. С 1987 по 1990 год проживал в городе Ростове-на-Дону. Работал дворником в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Родился будущий инок на праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». А прожил он на земле 37 лет и 7 месяцев. В Оптину пустынь Владимир приехал, а точнее пришел пешком из Калуги в конце июня 1990 года. А 22 марта 1991 года, в день памяти сорока мучеников севастийских, был облачен в подрясник и зачислен в братью. Вот некий знак этого дня. Отец Василий произнес проповедь о мученичестве, и в дневнике автора этих строк записано. Сегодня отец Василий сказал в проповеди «Кровь мучеников и поныне льется за наши грехи. Бесы не могут видеть крови мучеников, ибо она сияет ярче солнца и звезд, попаляя их. Сейчас мученики нам помогают, а на страшном суде будут нас обличать, ибо до скончания века действует закон крови. «Дашь кровь и приими дух». А еще он сказал «Каждый свершенный нами грех должен быть омыт кровью». И внимал этой проповеди будущий новомученик Ферапонт, сказав позже «Да, наши грехи можно только кровью смыть». Когда это свершилось, покойная ныне блаженная Любушка сказала «Иначе участь Оптиной и многих была бы иной». Возможно, был у этого дня и другой сокровенный смысл, если вспомнить о сорока мучениках севастийских, когда один бежал от мучений, а на его место встал другой. Во всяком случае, бывший послушник монастыря, ушедший в мир перед самым постригом, рассказывал в скорби после убийства. «А ведь отца Ферапонта постригли вместо меня?» Помню, я спросил его накануне «А тебя когда постригать будут?» «Не знаю», — ответил он «Должно быть не скоро». Со мной никто еще об этом не говорил, а на следующий день его постригли. Постриг послушника Владимира Пушкарева свершился 14 октября 1991 года на покров Пресвятой Богородицы с наречением имени в честь преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского. Для самого инока постриг был неожиданным, но сколько же тайной гармонии в том, что его, начинавшего работать Господу в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, взял под свой молитвенный покров преподобный Ферапонт, основатель двух монастырей в честь Рождества Пресвятой Богородицы. К сожалению, сведения о жизни инока до монастыря чрезвычайно скудны. В Оптиной пустыне есть люди, побывавшие на родине новомученика, и впечатление было удручающим. Глухой, вымирающий таежный поселок, где на лесозаготовках платят копейки, и многие бедствуют или пьют. Родная сестра инока, Наталья, рассказывала в письме, что жизнь здесь погибель, и все они некрещенные, потому что до ближайшей церкви надо лететь самолетом, а денег на это нет. Здесь есть только молель несектантского толка, в которой брат запретил нам ходить, писала она. И как же мы горюем теперь, что не послушались брата, не согласившись на переезд, а он ведь правду сказал, где нет храма, там нет жизни. Крещеными в их семье были только мать и бабушка, жившие в другом поселке. В этом поселке была средняя школа, и в школьные годы Володя жил с бабушкой. Сестра Наталья написала о брате. «Я немного помню, как мы росли, и немного, как были взрослыми. Володя любил рисовать, и рисовал очень хорошо. Помню, в школе им задали рисунок на свободную тему, и Володя рисовал нашу усталую спящую маму. Жаль, что я не сохранила мамин портрет. Володя очень любил читать и рассказывал нам страшные истории из книг. Друзей у него было много. И хотя мы росли еще не зная о Боге, Володя верил, что есть какой-то неведомый потусторонний мир. Еще помню, как отслужив пять лет в армии во Владивостоке, Володя работал потом в нашем поселке в бригаде строителей, а еще возил рабочих на автобусе. Он никогда не пил, не курил, и все уважали его. У нас в поселке говорили и говорят до сих пор. А зачем он пошел в монастырь? Он и так был святой. Друг Володи Сергей рассказал мне случай. Володя жил в Ростове и работал в церкви, И вдруг явился Сергею как бы воочию, Предупредив об опасности, угрожавшей его ребенку. Как же жалел потом Сергей, что не послушал его, Потому что ребенок попал под машину и погиб. Известно, что обращение Владимира к Богу Произошло в ту пору, когда он работал в Бурятии, Лесником на Байкале. И здесь мы столкнулись с одной загадочной историей. Вскоре после погребения на могиле Иннока Ферапонта Побывали проездом паломники из Бурятии, Рассказав случившимся там людям следующее. Однажды леснику Владимиру в тайге явился старичок И дал книги по магии, Велев изучать их и явиться на это место через год. Колдунов Владимир не любил и на повторную встречу не явился. А по несерьезному отношению к магии Устроил из нее развлечения для деревенских девчат. Отсылал их в соседнюю избу, Велев писать записки, А сам на расстоянии их читал. Он был мистически одарен от природы И ничего еще не зная о Боге, Не понимал, с какими силами вступает в игру. Игра едва не закончилась трагически. Володя, по словам его друга, Пережил собственную смерть. Душа его отделилась от тела И попала в царство ужаса. Он погибал. И тогда явился ему ангел Господень И сказал, что вернет его на землю, Если он после этого пойдет в храм. И Володя сразу уехал из лесхоза. Другие паломники рассказывали, Что он потом странствовал по Сибири В поисках духовно опытного наставника в вере И повстречал на своем пути Католического миссионера. Говорят, католик долго уговаривал Нашего Сибиряка принять католичество. А тот молча выслушал его И пошел в православный храм, А католик после этого долго негодовал. К сожалению, все эти сведения Были переданы нам по той цепочке, Когда кто-то слышал лично, Рассказав другим о те следующем. В рассказах такого рода Легко допустить неточность, Сотворив по неволе легенду. А легенды про молодого лесника В ту пору уже складывали. Он жил тихо, уединенно, как монах, И люди истолковывали эту непонятную жизнь По-своему. Однажды в Оптиной Отец Ферапонт сказал, Что жизнь его в миру была тяжелой Из-за того, что иные считали его колдуном. Вот почему при сборе воспоминаний О новомученике Начался прежде всего поиск свидетелей, Способных подтвердить Или опровергнуть рассказы О прошлом Сибиряка. Поиск был многолетний, но бесплодный. Уж куда только не посылали запросы, Но на письма никто не отвечал. И по неволе рождался вопрос, А может, все это лишь легенды И ничего похожего не было? И все-таки кое-что было. В армии Владимир пять лет изучал Боевые искусства Востока, Обнаружив позже, что они замешаны На оккультизме. Один иеромонах вспоминает, Как вскоре после поступления в монастырь Послушник Владимир сказал ему с горечью, Опять в помыслах меч крутил. А инок Макарий, Павлов, Запомнил, как однажды резчики работали вместе, Рассказывая за работой, Кто как пришел к вере. Инок Ферапонт молча слушал И вдруг стал рассказывать, Как после обращения в православие На него обрушился ад. Бесы являлись воочию, Нападали, душили, И... Ферапонт, кончай этот бред, Оборвал его инок Макарий, Подумав позже. А почему бред? Все это есть в житиях древних отцов. И все-таки не укладывается порою в сознании, Что в наши дни оживают, Обретая реальность, Древние жития времен святых мучеников Киприана и Иустинии. И мы продолжали поиск очевидцев в жизни сибиряка. Через два года к нашим поискам Присоединился молодой сибирский священник Отец Олег Матвеев, Настоятель храма Успения Божией Матери В бурятском городе Кяхты. Именно в Бурятии Произошло обращение к Богу Будущего новомученика. И отец Олег Рассказывал о жизни в здешних краях. Храмов мало, Зато засилие сект Самого черного толка, Не говоря уже о старичках-чернокнижниках. Отец Олег был убежден, Что новомученик Ферапонт Оптинский Это еще и их местночтимый святой, А быв искушен, Сможет и искушаемым помочь. Сибиряки энергично взялись за поиск, И вскоре мы получили от отца Олега письмо. Мои личные поиски, А также с помощью редактора газеты Прибайкальского района Бурятии, Где много лесхозов и леспромхозов, Пока не дали результата. В 80-х годах Владимир Пушкарев В Прибайкальском районе не работал. Попробуем искать в других местах. Господь Бог, наш Иисус Христос, Говорит, Ищите и обрящите. Опять искали, но ничего не обрели. Происходило нечто необъяснимое. Ведь отыскать человека сегодня несложно, И компьютеры быстро выдают сведения о каждом жителе края. А Владимир три года тут работал, Был прописан и состоял на воинском учете. Должен же остаться бумажный след. Мы обсуждали эту стойкую неудачу в поисках, Гадая, куда бы еще послать запрос. Аинок Макарий сказал, Что вы ищете прошлое, которого нет? Богом моим прийду стену. Псалом 17, стих 30. Стер Господь прошлое и грех безбожия, Если покаялся человек. Так или иначе, но прошлое сибиряка Оказалось закрытым до того момента, Когда он стал православным человеком И пришел в храм. Только с этого момента Появляются живые свидетели его жизни, Сохранившие самую светлую память О молодом православном подвижнике. Так может вычеркнуть из биографии сибиряка Его языческое прошлое? Задали мы этот вопрос одному протоиерею, Известному своей высокой духовной жизнью. И он ответил, Это вопрос веры. В житиях древних мы читаем, Как силою Божией благодати Становились святыми былые богоборцы, Колдуны и блудницы. Господь и ныне все тот же И так же щедро изливает на нас Свою благодать, Но мы не приемлем его благодати И желаем видеть Бога иным. Всех нас любит Господь, Но на любовь отвечают по-разному. И самое поразительное в истории сибиряка Его ответ на благодать. Сразу после обращения Начинается путь аскета-подвижника, Отринувшего все по печенье о земном. Отныне он жил только Богом И желал одного — быть с Ним. Кто ищет у Господа земных милостей, Кто небесных благ, А инок Ферапонт Всю свою краткую монашескую жизнь Молил Спасителя о прощении грехов. «Больше вы на этой земле Меня не увидите, Пока не буду прощен Богом», Сказал он перед уходом в монастырь, «И подвиг его жизни — Это подвиг покаяния». Иермонах Филипп вспоминает, «Однажды мы с отцом Ферапонтом Работали на стройке на хоздворе. Сначала из-за нехватки стройматериалов Работа не ладилась, А под вечер пошла уже так хорошо, Что жалко было бросать. Но тут ударили к вечерни. День был будничный, И я предложил отцу Ферапонту, «Может, еще поработаем?» «А ты что, уже во всем покаялся?» Спросил он. И тут же ушел в храм. Из проповеди игумена Милхиседека «На страшном суде Мы увидим воочию грехи каждого И преисполнимся изумления, Узнавая друг друга. И кто-то запоздало скажет, Да ведь этот человек грешил, как я, Но успел убелить грехи покаянием. Нет на нем греха, и чист человек. Какое же потрясение ждет нас в тот день!» Иннокене Ирина и другие вспоминают, Что исповедовался отец Ферапонт ежедневно, А когда была исповедь на всеношной, То дважды в день. И в этом неустанном труде покаяния Прошла вся его монашеская жизнь, Начиная от той первой ночи, Когда он молился, распростершись ниц, Пред святыми вратами обители, И до той последней предсмертной исповеди, Что так потрясла иер-монаха Де. «Почему святые так жаждали покаяния И не могли насытиться им?» Сказал однажды на проповеди Игумен Пафнутий. И уподобил покаяние притчи о блудном сыне, Когда душа говорит Господу, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, И уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, И дайте перстень на руку его, И обувь на ноги». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 21-22. Притча о блудном сыне – Это образ соединения души с Господом, И этого жаждал Инокферапонт. Теперь он с Господом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok